Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать в нашей виртуальной студии гостя из славного и светлого Тель-Авива, особенно когда светят ханукальные свечи. Приветствую Равина Йосифа Херсонского. Шалом! Мы в этот особый праздник хотим пользоваться символом Хануки, как праздника, который светит неким внутренним светом все-таки на улице. Это одновременно праздник обновления. Правда, слово ханука на иврите означает обновление храма, обновление иудаизма, обновление чего-то вечного. И, конечно, в каждом поколении мы сталкиваемся с одной и той же задачей. Отцы и дети не всегда находят того контакта, который хотелось бы. Как передать вечное, как передать что-то светлое молодежи, которая находится где-то там? Сегодня наши дети или молодые люди, хотя, знаете, это уже устарело. Сегодня не дети сидят в ТикТоке. Сегодня возраст среднего ТикТокера повышается. Сегодня 30-летние сидят в ТикТоке, 40-летние, это тоже способная аудитория. Да, и сегодняшний вызов, вызов, по-моему, еврейству, иудаизму, общинной жизни, синагоги. Это диджитал и онлайн. Столько всего происходит, что это становится более интересным, чем реальная жизнь в офлайне. Когда отец разговаривает с сыдом, или когда учитель говорит с учеником, или когда ребби синагоги, или просто ребби учитель Тора говорит с евреем, то это вопрос, что сказать? То есть о чем говорит? Как это сказать? И, наверное, вот вопрос, который мы обсуждаем сейчас, где сказать? Потому что сказать, например, у себя дома в четырех стенах, это не сказать. И потому мы ставим все-таки ханукью на окно для того, чтобы осветить улицу. А вы говорите, сегодня улица пуста, сегодня надо идти в Инстаграм, и там, где люди. А где люди? А люди онлайн. Поэтому возникает вопрос. Синагоги онлайн? Смотрите, прежде чем добавить еще один, как мне кажется, важный момент, как долго я могу говорить, пока меня слышат, потому что сегодня среднее время просмотра в Ютубе это 47 секунд. И не каждый родитель до конца осознает этот момент. Ты можешь говорить полтора часа. Но я скажу, что у современных социальных сетей есть много заслуг. Я думаю, что в том числе в глазах Бога, потому что, во-первых, подростки в значительной мере меньше находятся на улице. Все сидят с девайсами в Инстаграме. Во-вторых, ТикТок принес много физической активности. Если вы в курсе того, что происходит в этом ТикТоке, который многие бумеры воспринимают как вообще бессмысленную и безнадежную историю, хотя это совершенно не так, просто не понимают, в чем прикол. А я был одним из первых в мире, так повезло быть виртуальным раввином. Еще всем надо мной ржали. Виртуальный раввин, виртуальный раввин. Еще говорили, посмотри, греческое значение виртуальный. Виртуальный значит нереальный, потенциальный. Еще нет. Кто бы мог подумать, что не пройдет и 15-20 лет, когда это будет реально уделом многих людей. Когда у человека в онлайне будет сообщество, комьюнити в разы, а то и на порядке, превышающее все, на что он может в самых лучших своих мечтах рассчитывать в оффлайне. Но вернемся к нашим баранам. Вот тогда все задавали вопрос, когда появится пиньян онлайн, синагога онлайн. Это вы вынесли в заголовок нашего разговора. Значит, обсуждение религиозных людей, грамотных, не безграмотных. Это еще не каждый, кто в кипе, как мы знаем, раввин. И у козла бывает борода, и у пугала есть пояс, гартолы, и все дела. Это мы все знаем. Грамотные люди разговаривают и говорят, возможно ли онлайн миньян? Раньше бы этот разговор не продлился, а тот ему отвечает в шутку. Но ведь в шулханарухе написано, что если люди видят друг друга, пока люди видят друг друга, тогда это миньян. Сейчас по зуму мы видим друг друга, видим, погнали. Объясню для наших слушателей, которые не такие грамотные, как вы, Рыбария. Это критерии для людей, находящихся в помещении. Если это помещение огромное или это помещение неправильной формы. Помимо того, чтобы находиться в одном помещении, для того, чтобы это был миньян, для того, чтобы это был молитвенный кворум, необходимо еще и чтобы люди видели друг друга. Знаменитая Александрийская синагога описывается в Талмуде, в которой Хазана не слышно было флажками. Показывали, где он там, какую молитву он читает. И много вопросов, как эта синагога была. Хотя, возвращаясь к этой шутке, сюда всплывает заново эта Александрийская синагога. И разговор о виртуальном миньяне онлайн, он пока еще в шутку, он пока еще отвергается. Но я совершенно не удивлюсь, если лет через пять аллогическая мысль разовьется туда, что мы будем это уже обсуждать для начала. Как? А что делать человеку, если вот без шансов? Он живет в таком городе, когда нету. Ну, ты не можешь его заставить. Пусть виртуальный миньян не примет. Это будет первый шаг. Поскольку мы все-таки находимся сейчас еще в период коронавируса, то вокруг нас в момент карантина были виртуальные миньяны. Они продолжаются. Все вместе выходили, так сказать, в Zoom. Каждый у себя дома. Все молились вместе. Я не знаю точно детали, как и что они говорили. Очевидно, не было души, каких-то других вещей. Но урок Торы, молитва, все делают вместе. Да, и распространенная история с Каббалат-Шаббат, встреча Шаббата. До момента, когда сам Шаббат наступил, там есть еще несколько абзацев и знаменитая песня Аллаха Дойги. И все преспокойненько пели эту историю. Но, правда, не претендуя на то, что это миньян. Претендуя на то, что это лучше, чем ничего. Но я жду того, что Аллаха может двинуться в ту сторону, когда это будет реально легитимизировано. Коронавирус существенно сдвинул нас. Ну, нас-то ладно. Мы с вами в Зуме, в Фейсбуке. Мои дети учатся в ультра-ортодоксальной школе, и там занятия по Зуму. Уже начинает в самое ортодоксальное общество проникать технологии и их легитимность. Никогда это не будет поклонение технологиям. То, что религиозный мир обновляется, и наши традиции, которые на самом деле несут вечные ценности, находят новые сосуды, это понятно. Так должно быть. Вопрос в том, как донести это до поколения, которое в духовном смысле оказалось во тьме, и которое не слышит пока нас, как с ними заговорить на их языке, и быть им понятным и интересным, самое главное. Во тьме оказались сегодня несколько поколений, а я считаю, что с каждым человеком нужно разговаривать на его языке. Поэтому есть люди, для которых нету, ну просто нужно признать этот момент, нету другого удобного, комфортного, выдерживающего конкуренцию языка, кроме языка TikTok, а для кого-то это Instagram, а для кого-то уже немножко набирающего, так сказать, жизненный опыт Facebook, а для кого-то ничего, кроме живого журнала, Live Journal или форумов, форумов вообще не найти. Мне кажется, что одна из банальных классификаций этих социальных сетей, которая не описывает эти форматы, но является важной характеристикой, это длительность погружения в тему, глубина просмотра. Раньше диктаторы выступали десятками минут или часами, и у людей не было возможности прекратить их слушать, иногда потому, что ты не мог выйти из стадиона, потому что там слишком много людей вскидывают руку Зиг Хайль, а иногда потому, что ну ты мог выйти, тебя потом расстреляют, или отправят на 10 лет в тюрьму, потому что на тебя настучат. Мы сегодня живем в свободном мире, когда ты не можешь заставить человека, как бы ты ни хотел, из каких бы благих пожеланий и намерений ты не выступал. Поэтому я считаю, что нужно не противопоставлять себя современным трендам, а учиться у них. Как говорил царь Соломон Ханохлинар Альпидарко, учи отрока путями его. Что значит путями его? Это что, не путями Торы, не дай бог? И правда, не путями Торы, потому что у Торы высокие стандарты, у этого ребенка пока вот такой путь. Если ты будешь заставлять его идти самыми высокими стандартами, даже если это будут священные стандарты Торы, ты просто в лучшем случае сотрешь его личность или обломишь его о колено. Какое-то количество людей выживут после этого, а какое количество останется травмированным? Учи его путем. Пойми, каким образом он воспринимает ситуацию. Эти новые форматы, они учат нас длительности внимания. Кто-то, а может быть этот же самый подросток или этот же самый взрослый, готов слушать тебя еще и часами, но он еще тебя не знает, он хочет тебя послушать 30 секунд. Умей сказать все, что ты хочешь сказать за 30 секунд, иначе ты его потеряешь. Ему сейчас, ты не знаешь, где ты его застал, ему сейчас не нужно 40 минут. Если ты его пригласишь на 40 минут, ты просто ничего ему не сказал. Это не то, что ты такой раввин весь, с горы сена, и практически Моисей, лицо светится, а он грешник презренный отказался. Ты не знаешь, в какой ситуации ты его застал. Возможно, то, что ты ему предложил, это может быть вообще бессмысленно, а может быть и отрицательно. Может быть, ты своей приверженностью к устаревшим форматам, ты отталкиваешь его от Тора. Возможно. Во-первых, нужно дозировать информацию. Этому нас учат современные форматы. Во-вторых, и здесь мы приходим к большой боли, на самом деле, которая у нас есть. Мы привыкли к тому, что еврейская традиция – это что-то для кого-то неотъемлемое, как воздух, которым я дышу. Я даже не задумываюсь о том, этот воздух приятный, неприятный, какой он на запах. Это когда я выхожу в другой стране, из самолета я чувствую, что там другой запах. А тут я дышал, дышал и не замечал. Иногда мы воспринимаем Тору как ценный груз, как важность, как смысл. Когда пришел в Фейсбук, он показал нам технологичность и возможность с легкостью делиться смыслами, а мы оказались, возможно, не готовы. Инстаграм научил нас тому, смыслы, важно, чтобы они еще были красивыми. А ТикТок учит нас тому, что это должно быть еще креативно. У меня есть друг, который большой специалист по подросткам. Я думаю, он из топовых специалистов в мире по еврейской практике, неформального образования. Его зовут Аба. Он есть в Фейсбуке и в Инстаграме. Рабби Аба. Он мне говорит, какая оценка хорошего ролика на ТикТоке? Если секунд через 15, у тебя возникает ощущение, что это? А ну-ка я отмотаю назад, пересмотрю заново. У тебя есть 15 секунд для того, чтобы покорить сердце человека. Если ты не вызвал у него даже не вау-эффект, а такой офигеть эффект. Мне кажется, я что-то здесь не то вижу. Вот когда мы научимся нашу Тору так преподавать, когда мы научимся так заповеди соблюдать, у нас очередь будет стоять в синагогу. А то, что она не стоит, а в ТикТок стоит, это нам равенам минус. Последнее, что я в эту тему скажу, когда я открывал свою первую синагогу в жизни, это было в Москве. Тогда темой был не ТикТок и не Инстаграм, тогда темой были ночные клубы. И многие люди в пятницу вместо того, чтобы идти в синагогу, ходили в ночной клуб, потому что это весело, классно и прикольно. И я мог облачиться в очень пафосную позу стать и сказать, ах, вы грешники. А я сказал, нужно учиться шоу у ночных клубов. И если мы сможем в синагоге сделать захватывающие такие эмоции, потому что люди зачем ходят в ночные клубы? Далеко не всегда, потому что им нужна именно эта музыка или именно эти люди противоположного пола, которые соблазнительно одеты. Это все средства, это все триггеры. На самом деле люди ищут ярких эмоций. Если молитва, трапеза, слова Тора, общение между людьми будет давать вот этот вау, нам не нужно будет приглашать в синагогу. Нам останется с вами рыбари только стоять на входе, продавать билеты скромно. Своим делать скидку. Вы, конечно, замечательно совершенно сказали слова и напоминает мне выражение моего учителя, Борг Мордоха из Рахи в Иерусалиме, который говорил, искусство учителя – это не значит, что сказать. Это значит, что не сказать. Это понимать, что нужно сказать этому ученику, этому ребенку сейчас. И понимать, что добавить к этому что-то лишнее – это нагрузить его или перегрузить его. То есть в этом искусство учителя. С другой стороны, я хочу упомянуть слова, например, Вильямского Гаона, который, говоря о вашей цитате царя Соломона, собственно, это слово ханок, а ведь, кстати, тоже ханок – очищай, обновляй, направляй ребенка, подростка его путем. Вильямский Гаона что значит «его путем»? У каждого человека есть свои качества души. И ты не можешь ломать его души, не можешь ломать его природу. Ты можешь только возвысить его природу, направить его природу. Поэтому нужно его природу понимать. Учитель должен понимать своего ученика. Мне кажется, вот в ваших объяснениях вы показываете, насколько вы понимаете новые поколения людей, которые еще стоят, так сказать, и даже не в синагогу в очередь, а в клуб. Поэтому понимание этих людей – это самое главное. Потом можно управлять их и работать с ними, и воспитывать их, и вдохновлять их их путем. И в этой связи комментарий Рапшимшин Рафольгерша, который говорит о конфликте двух подростков, Якова и Сава, он говорит, что это урок родителям. Потому что об одном сказано, что он был человеком поля, Исаф, и из него вышел не тот человек, который хотелось бы, а из другого вышел праведник. И обычно все понимают, что это Исаф был плохой. А в Туалмуде ведь говорится, подождите, это ведь были те же самые у двух детей, мама и папа, и одна и та же школа, и один и тот же дом. Он говорит, вот в этом как раз и смысл, говорит. Рапшимшин Рафольгерш. Одному нужен был один подход, который сработал, а другому нужен был совсем другой подход. А ему этого подхода не дали, говорит. Рапшимшин Рафольгерш. Это урок для нас, искать индивидуальный подход к каждому ребенку. Продолжая вашу идею про индивидуальность, мне кажется, что это еще один из важных уроков изоляции и вообще этого коронакризиса. Иногда мы евреи, только ковид дал нам свободу от раввинства, мы можем иногда теперь или могли шаббас провести спокойно с самим собой и с нашим Богом, и думать не о том, что я скажу на ближайшей трапезе, шутки шутками, а мы всегда учили евреев по сути, месседжу, ты ничто без общины, ты ничто без народа. Ты не молись дома, ты приходи в синагогу, ты не учись дома, ты приходи в бейс-медрэш, ты приходи в дом учения. Человек не думал, что он слишком много из себя представляет. Вот когда он часть народа, тогда он достигает цельности. Вдруг, я не знаю, я точнее, я знаю, что у вас было, у вас в Нью-Йорке было не так строго, а у нас первый пейс в эпидемии был прямо жестко, Йом-Кипур был практически жестко, и Роша-Шана. И вдруг эти евреи оказались один на один с этим Богом в этот сейдр. И нету раввина, который бы их научил, и нету учителя или друга, который бы им подсказал. Но кто-то был хорошим евреем, в смысле заранее запланированным евреем, он подготовился и как-то, но все равно. Так или иначе, ковид привел нас к тому, что важно понимать, что ты из себя, как еврей, представляешь сам по себе. Я уверен, что, как любой кризис, этот кризис в еврейство принесет важное обновление. Когда мы и наши евреи появимся снова в общинах в оффлайне, мы, к сожалению, кого-то можем не досчитаться. Их нужно будет потом бросать им круг за борт, вылавливать. Но многие мы увидим усиленные общины, потому что люди переосмыслили вещи, начитались, напробовались. И нас, раввинов, слава богу, ждут более сложные вопросы, более грамотные вопросы. Как же, Рэбе, вы так говорите, когда там написано так-то? Вот я прям жду, не читаю. Когда вот начался ковид, то есть была эпидемия, и она, собственно, продолжается, то, например, у меня в моей общине русскоязычной, вместо того, чтобы встречаться по субботам, мы начали встречаться каждый вечер в зуме. И каждый вечер мы задавались вопросом, чему это нас учит? И вот буквально раз за разом нам становилось яснее и яснее, что ведь все, что было в храме, это лишь напоминало о том, что было в доме Авраама, первого еврея. Там, например, горели свечи, так у нас есть здесь минора, там у Авраама был гостеприимный стол, так у нас здесь есть алтарь. И на самом деле храм – это еврейский дом. И, может быть, в стремлении быть в синагоге мы забыли о святости нашего храма, нашего еврейского дома. Но одновременно с этим, конечно, возникла возможность, вот, например, новых уроков, когда вы можете давать урок онлайн, и у вас одновременно друзья из России, из Израиля, может быть, из Германии, из Канады, из Австралии, из Америки одновременно. То есть это задает возможность какой-то совершенно новой платформы. И поэтому, как вам видится, не только вот такая же синагога, только каждый стоит дома и делает то, что он бы делал, если бы все собрались вместе в этом зуме. А как вам кажется новая синагога, то есть синагога будущего в том смысле, что я приведу пример, ведь когда вы говорили о Тик-Таке или о Фейсбуке или Инстаграме, это напомнило мне слова мудрецов, которые говорят, что то, что римляне построили стадионы на территории Израиля, это ведь они построили для евреев, не только для того, чтобы сначала совратить их и с ними боролись, а ведь мудрецы говорят, а ведь они собрали и построили это для того, чтобы потом и собирались и изучали там Тору. Мы можем смотреть на большой какой-то стадион здесь и смотреть, о, там гоняют мяч, а мы можем там собрать 100 тысяч человек и проводить праздник в честь окончания Талмуда. Это просто пример, конечно, использования стадиона. В этом смысле ни в Фейсбуке, ни в Тик-Таке нет ничего плохого или хорошего. Это вопрос, как мы это используем. Поэтому изменится ли что-то вообще? И если бы вот вы делали, а вы наверняка уже делаете, строите вот такую онлайн-общину, а ведь синагога – это прежде всего Бейт-Кнессе, дом собрания. Значит, если вы собираете евреев онлайн, то как вы это делаете сегодня? Сейчас происходит тихая революция в этом смысле. Так же, как в свое время пришла революция грамотности, когда вдруг люди массово научились читать, они вдруг начали требовать свои права, в конце концов, мы пришли к тому, что перестали дискриминировать людей по цвету кожи или по половому признаку. Казалось бы, где имение, где наводнение, а вот какие результаты. И в мире происходит много революций. Революция доступа к информации, революция доступа к возможности высказаться. И мы видим в последние выборы во всем мире, когда мир переворачивается буквально из-за того, что просто любой человек не должен выстроить хорошее отношение с человеком из медиа, для того, чтобы другие его услышали. В еврействе мы видим сейчас большую революцию горизонтальных связей. Раньше, и я это прочувствовал прекрасно на опыте своей вынужденной репатриации второй. Первая репатриация была осознанная, с родителями приехали. А второй раз, когда меня объявили о угрозе безопасности Российской Федерации, я вдруг приехал из страны с авторитарным режимом, еще не тоталитарным. Но эта среда, в которой люди живут, она оказывает влияние и на синагоги. В том, что евреи в Москве или в Нижнем Новгороде или в любом другом городе приходят в синагогу, ему говорят, если хочешь быть правильным евреем, нужно раз, два, три, четыре. В Израиле на этом этапе посылают далеко и надолго. А в России на этом этапе говорят, да, учите меня. Ну, кто-то разворачивается и уходит. Но те, кто остаются, они говорят, да, учите меня, я готов. А в Израиле такого нет. Я вдруг оказался, как будто бы из мира оффлайна перешел в мир онлайна, из мира определенной авторитарности в мир полной свободы. Мне кажется, что так выглядит будущее синагога. Во-первых, мы можем говорить о русскоязычной общине не как о абстрактной реальности, в смысле, а еще в Америке и в Европе живут люди, которые разговаривают на русском языке. А как реально людей, у которых усилились неимоверно революционно-горизонтальные связи, они друг с другом больше общаются, они друг до друга могут дотянуться. Сегодня среднестатистический, если мы вернемся к теме сугубо еврейской, то среднестатистический еврей вдруг узнал про еще 15 или 30 русскоязычных раввинов, которые вдруг оказались ничуть не хуже, чем его раввин в Тель-Авиве, в Душ-Пойнте. Вдруг оказалось, что где-то в Нью-Йорке, куда бы я вообще думал про Нью-Йорк, зачем, он далеко, а тут вот он рядом. Растут горизонтальные связи, растет свобода, и принадлежность к синагоге становится похожей на лояльность бренду. Например, мне очень нравится бренд IKEA, если мы можем рекламу. Мне нравится IKEA, просто мне нравится. Мне нравится дизайн, мне нравится самому собирать. Я чувствую себя немножко мужчиной по старым понятиям. Я сам собираю, хотя это, в общем, конечно, устаревшее понятие. Еще скажите мамонта забивать, почувствовать себя мужчиной. Верните нас в пещерный век. Но так или иначе, я не хожу в IKEA каждый день, но когда я задумываюсь о покупке новой мебели, я проверяю в IKEA. А кто-то ходит каждый день, потому что его работа или его хобби – это смотреть, как развивается дизайн IKEA. В мире множество евреев кто-то каждый день ходит в синагогу. Кто-то так в синагогу не ходит, но когда он задумывается, куда я пойду на Ямки-Пур, на Хануку. Я вообще обычно хожу на какой-нибудь урок на Хануку. Какого раввина я послушаю? Вот начинается вот эта вот лояльность бренда. Я, например, говорю, как я сначала проверю, что происходит у Льва Коцина, а если он еще ничего не успел, ну тогда я посмотрю, не знаю, Ашраальчу, например. Или наоборот. Синагога становится лояльностью к бренду с множественными точками доступа, как вот эти вот спутники Илона Маска, когда тебе не нужно быть привязанным к той или иной физической синагоге. И тогда начинается настоящая конкуренция, в хорошем смысле этого слова, за качественный контент, за шоу, за даже вот тот бейсбольный мяч и стадион, потому что раз уж Бог создал мир, в котором возможны такие штуки, то первый шаг в нашем еврейском захвате мира, это, конечно, провести там уроки, уроки Тора на стадионах. Но я думаю, что глобально наша задача это осмыслить бейсбол или баскетбол или футбол так, чтобы найти, как это может служить Богу. Может быть, не знаю, боюсь предположить, но когда-нибудь мы, может быть, дойдем и до донесения света и в такую темноту, которая казалась бы, а как? Вот я вижу, резюмируя, я вижу, будучи диджитал, русскоязычный, вообще еврейскую общину, я вижу в возможности получить контент из самых лучших мест, не подписываясь под какие-либо обязательства. Любовь возникает лишь там, где есть выбор. Обратите внимание на благословение Абу Хер Бе Амо Исраэль Бе Агава, выбирающий народ Израиля с любовью. Там, где есть выбор, там есть любовь. Там, где нельзя отказаться, там есть обязаловка. И поэтому настоящая любовь начинается тогда, когда есть семисвечник. И в этом смысле или восьмисвечник минор, или семисвечник храма может быть тот факт, что есть разные, так сказать, свечи, каждый из которых светит в каком-то смысле своим уникальным светом. И это говорит о том, что каждый человек является как бы звездой, освещающей тьму, или свечой, как сказал царь Соломон, что душа человека – это свеча Всевышнего. И каждый человек может светить своим светом и одновременно с этим искать тот свет, который привлекает лично его. Это будет похоже на один вопрос неудобный, который нам, раввинам, часто евреи задают. Мы приходим к определенным главам в книге Ваикра, и нас всегда спрашивают рабы, а почему Тора признает рабство? Как Тора может придать этому легитимацию? Ну, мы говорим, что Тора не говорит, что нужно, чтобы было рабство. Тора говорит о том, что если у тебя есть раб, то ты не имеешь права относиться к человеку как к имуществу, даже если он на тебя работает. Иногда это нужно, правда, сказать работодателем, не обязательно работорговцем. Но я думаю, что мы в определенном смысле переживаем процесс, похожий на выход из рабства, выход из обязательств, когда не будет ничего иного, кроме как привязанность к качеству знаний и к качеству переживаний. Я далек от того, чтобы предсказывать времена Машеха, но это похоже очень на то, что пророки описывают, когда земля полна знанием Бога, как воды покрывают дно морское, когда не нужно будет людям одному к другому обращаться, а будут напрямую знать Бога. Это же Ишаяу. Ишаяу очень интересный. В наше время эти слова приобретают очень интересный смысл, когда не нужно будет друг другу искать, а вот оно все, вот оно все онлайн. Бери этого Бога, обращайся к нему напрямую. Я хочу поблагодарить вас за удивительную беседу и за то, что вы поделились этими мыслями. Я хочу пожелать вам и вашей виртуальной общине процветания, и чтобы свет рассеял тьму, а любовь рассеяла ненависть. Действительно, чтобы пришли те времена, в которых пророки сказали, что перекуют народы мира мечи наоралы и не будут больше учиться войне. То есть это двоякий смысл, да? Не будет насилия. То есть точно так же, как не будет насилие в мире, так сказать, международных отношений. Также мы надеемся, что и в мире взаимоотношений между людьми будет взаимное уважение и выбор, который будет уважаться. А может быть это еще о том, что технологии и производство не будут противоречить Тора, они могут быть использованы на Бога, перековать это большое. Ну, в общем, так или иначе, раньше я всегда говорил, будете у нас в Тель-Авиве, заходите в гости. Сейчас я говорю, можете не приезжать к нам. В Тель-Авиве, заходите к нам онлайн, Jewish Point всегда для вас. Но вы сейчас сделали открытие. Я хочу, так сказать, наших зрителей внимание сконцентрировать. Вы сделали потрясающее открытие. Когда мы говорим «перекуют народы мира мечи наоралы». Нам кажется, что меч – это орудие войны, а оралы, понятное дело, серп и молот. Отсюда, так сказать, коммунистические всякие символы. Вы сказали, изменятся не только стадионы, но изменятся и Фейсбук, и Тик-Так, и Инстаграмы. И там будут общины, в которых будут преподавать идеи, которые будут вдохновлять людей и освещать их жизнь. Всего самого хорошего. Всего доброго. Хорошего праздника. Оксана.